здравствуйте любители шашек на доске позиция которая часто встречается в партиях и по рисунку видно что соперник сильно давит центром поэтому обычные ходы как d3 или размены назад приводит к проигрышу например ход d3 проигрывает из-за хода dc7 также можно было пойти fg5 выигрывает после dc7 заставлять соперника меняться назад давайте доску перевернем посмотрим как можно выиграть потому что на ж 2 мы нападем на gf2 просто свяжем поэтому заставляем соперника меняться назад и ходим f5 грозим поставить сильный тычок где будет одна шашка держать 2 тем самым также заставляем меняться назад ходим до e5 и абсолютно на любой ход белых мы пойдем а же 5 и додавим эту позицию до победы следовательно нужно проверять не только обычные ходы но и жертву шашек ход ab6 спасает позицию белых жертва шашки и bc5 ставим сильный тычок нужно защищать эту шашку dc7 и ходим dc3 позиция ничейная так как есть компенсация виде сильной шашки c5 нужно рассматривать и необычные ходы есть также сильный ход bc7 приглашает в любки ходим fg5 бьем в дамки ab6 дамка ловится и жажда на b5 жертвуем шашку и как пойдет любой человек а же 3 с ничьей также есть программная ничья cd4 но конечно же лучше hg3 также рассмотрим ход fg5 после fg5 такая ничья нападаем gf4 gh2 fe3 hg3 жертвуют шашкой и прорываются в дамки проще всего пойти cd6 и когда нападают с тылу пытаются забрать наши шашки мы можем отдать эту шашку можем отойти но проще всего поймать дамку ef6 и побить на f6 и ничья простая так как первые белые идут в дамки ставят дамку и первый занимает большую дорогу с ничьей теперь рассмотрим следующую позицию где нужно искать жертву шашек иначе проиграем эту позицию узнают многие три с половиной года назад выкладывал на 64 100 с какого дебюта жеребевки ходов современных шашек выходит эта позиция в этой гамбитной гамбитной позиции нужно пожертвовать шашку размен назад приводит к проигрышу например b5 fe3 давайте также перевернем доску посмотрим как выигрывают черные а b6 а g3 да и 5 ж 4 е до 6 размен назад суд черных заключается в том чтобы шашки с длинного фланга не могли выйти fe5 fg3 bc5 ножа с 4 мы связываем и сходка в пользу черных ходить некуда если в этой позиции меняются 2 на 2 то также входим а b4 а g3 да и 5 ж 4 е до 4 а g5 и bc3 забираем шашку белым придется еще одну шашку давать и с кучу шашек черно выигрывает эту партию теперь какая есть ничья ничья после жертвы шашки cb4 бьют на c5 и ходим dc3 ограничиваем ходы не даем вторжению уже будет простая ничья с помощью подрыва gf4 на b5 cd2 и у черных два плана есть ход cb4 b3 dc5 размен назад fe5 а g3 ef6 gs4 fe7 fg3 а b6 размен назад gf4 e d6 fg3 d5 но скорее всего есть ничейная комбинация cd4 и когда бьют на c1 мы бьем на а7 но есть проще gfg3 d5 gs4 ef4 и размен назад d3 bc3 прорываемся в дамки и занимаем большую дорогу с простой ничьей также в этой позиции есть сильный ход а b6 тогда размен назад gf4 d5 hg3 ну на cb4 также сходки ничейные gf4 ed6 fe3 fe7 размен назад ef4 d5 fg3 ed6 gh4 и на ef4 есть комбинация cd4 и спокойно проходим в дамки с ничьей сильнейший план cd4 тогда gs4 bc5 fg3 cb4 подрываем gf4 бьем 2 на придамочное поле нападают b3 бьют 3 в дамки ставим дамку и энчпиль ничейный тут никак не поймать и для домашнего задания чтобы вы закрепили как играть против центра как сделать ничью жертву шашки рассмотрим три примера в комментариях напишите ответы кто решил как в этой позиции сделать ничью в этой позиции тоже белые должны найти ничью напишите в комментариях и под третьей позиции домашнего задания нужно найти уже выигрыш белые начинают и выигрывают также напишите в комментариях ответ а вам спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал шашки для всех